Записать, нарисовать, уже совсем красиво, которые люди еще никогда в жизни не видели. Пускай они своих хоть в жизни счастье откроют и помечтают. Я чувствую, да, но мне это мало, потому что они еще даже не знают, потому что они должны красоту увидеть. И буквы совсем по-другому пойдут. Друзья, я еду в вагоне в Санкт-Петербург. С вами Арпатруль. Мы мчим в северную столицу. Как видите, неожиданное начало выпуска. Я любуюсь русскими просторами. Это будет первый выпуск Арпатрули с северной столицы. Знаете, для меня Петербург особенный город. Это было немного. Но для русской истории, для российской истории, да, этот город, конечно, феноменального значения. Город Романовых, город русской империи. И я очень надеюсь, что за эти четыре дня нам удастся снять культурную жизнь города, современное искусство, галереи. И вы все получите большое наслаждение, как собственное имя. Ну что, друзья, мы вот только что с вокзала. Знакомьтесь, это Алина Петруханова. Я надеюсь, вы меня знаете. Да, да, ну не, ну, Алин, конечно, знает вся страна. Но некоторые регионы еще не уловили. Друзья, если говорить вкратце, мы с Алиной дружим больше года. И буквально, это, знаете, это мой боевой товарищ. Мы с ним путешествуем по всему миру. Майами, Вена, Венеция, Нижний Новгород, да где только Москва. И вот впервые мы с тобой встретились здесь. Я год ждал, потому что Алина мне говорила на прежнение года. Юра, приедешь в Петербург, я тебя так красиво встречу. Ара, брат. Я просто как будто не в Питер, а в Сочи приехал. И вот сейчас, значит, мы приходим. Вот эти вот скромные, значит, апартаменты. Я называю это Алинина зимняя резиденция в Ленинградской губернии. Поиграет прекрасная музыка. Сейчас мы уже поедем на встречу с организаторами выставки, которую мы будем снимать завтра. А сегодня у нас такой час веселья и отдых. Ну, вообще планы у нас грандиозные на 4 дня, да? Съедеть на заброшку, посмотреть, как Александр Глот пишет работу прямо на заброшке. Посетить несколько открытий в выставке. Встретимся с лиционерами, может быть, с несколькими здесь местными. Что тоже будет наверняка интереснее всем. Ну, в общем, мы здесь не пропадем. С твоего позволения. Ну, я надеюсь, что я не дам вас в обиду. Ну, тогда давайте... Вас Петербург все-таки не съест. Да, Неряна, спасибо большое. Уже чувствую, что попал практически домой. Друзья, мы приехали в ресторан пан-азиатской кухни на встречу с организаторами завтрашнего мероприятия. Ну, пошли отсюда? Пока не будем. Это питерский сувенир. Друзья, очень приятно. Мне рассказывали про питерское гостеприимство, но я не думал, что оно у нас такое. В общем, это как северный город. Здесь промышляем северной обувью. Это такие самодельные валенки, которые есть в каждом петербургском доме. Откройте, смотри. Ребят, на самом деле, очень приятно. На границе с Белоруссией. Блин, очень круто, спасибо. Все арт-люди Петербурга ходят. Ты себя теперь посвящен, правильно? Спасибо вам огромное. В общем, мы тебя позвали, потому что случай такой редкий. И вообще для Петербурга, и для России, и для мира, может быть, когда неизвестного художника вот так вот в зале нашли. Ну, и по мнению огромной кучи народу, да, это супергений. Вот, это надо срочно всем показать и рассказать. Когда ты погружаешься в искусство, когда ты погружен, когда ты окружен им, начинают стираться границы между обычными и необычными людьми, когда это все обволакивает, ну, для меня это было таким вот осознанием магии и волшебства, да, чудотворного эффекта искусства. Какой же все-таки прекрасный Питер. Позади меня Казанский собор. Я гуляю по этому прекрасному городу. И сегодня вечером состоится открытие первой персональной выставки художницы Зойки. Девушки с особой ментальностью. Я приехал сюда, в Петербург, чтобы разобраться в вопросе, могут ли люди, которые отличаются от нас, получить признание как художников в арт-сообществе. И можем ли мы, отличающиеся от них, отбросить свои предрассудки, поверить, признать и дать им шанс на полноценную жизнь через реализацию их как художников. Погнали. Друзья, мы находимся в ДК Громов. Очень приятно познакомиться. Александра Анилина. Куратор выставки. Да, и самое главное, художник. Это очень уникальный момент, когда художник воплощает в себе еще и куратор. Это вообще очень ксендо. И давай посмотрим, как сгинялись в Аллате. Проект, который вы сейчас видите, называется «Обычные вещи». Ради Мэйд, которого здесь довольно много. Если это одна из особенностей этой выставки, в начале века прошлого было что-то невероятное, прорыв и вызов, то сейчас это как раз уже практически классическое высказывание, техника для высказывания. Есть здесь как молодые художники, так и уже состоявшиеся очень известные. Это абсолютно состоявшиеся художники. Для нее занятие искусством – это, собственно, живопись, которой она радуется, которую она изобретает, и которой она живет. Вижу в Пизойке гораздо интереснее, чем большая часть того, что я вижу в галереях нашего города и Москвы. Может быть, есть хотя бы одна работа, про которую вы могли бы здесь рассказать? Я думаю, это было бы очень интересно. Ну, может, какая-то ваша феврорит? Вот эта картина моя любимая. Это меня поражает, как тут сочетаются разные исторические стили. С одной стороны, такая вот лента анимации, а с другой стороны, эта победа сделана так, как будто это какие-то римские рельефы. У нее такое сочетание как раз говорит о том, что есть подвластные очень разные возможности пластические. Она вот просто сразу точно чувствует в образах их культурную составляющую. То есть это интуитивное попадание получается? Она же не знает это с точки зрения истории и так далее. Это чистая такая пластическая интуиция. Собственно, то, о чем мечтали профессиональные художники 20 века, такие как сюрреалисты прежде всего, вот у нее это буквально в пальцах. Мы хотим открыть сегодня уникальный проект чудесного художника Зойка. И родился он благодаря объединению новых городских художников. Евгения Штель и Стас Пас. Я очень хотела, чтобы Стас рассказал. Я бы, может быть, двух словах. Мне очень радует, что все-таки у нас получилось делать выставку первого художника, который мы... Я не хочу сказать слово «курирую». Мы просто вот с ними делаем, как нам кажется, современную искусство. «Старт-патруль» Юра Омельченко. Это для нас вообще событие. Наверное, мы станем первым питерским сюжетом в этом классном видеопроекте. Мне очень приятно здесь находиться. Я хочу поблагодарить за приглашение. И когда мы списались с Женей, ну, то, что она мне написала, я понял, что это очень интересная история. Я никогда не работал вот с особенными людьми, да, как они видят, что они делают. И я принял решение, что я сюда приеду. И я очень надеюсь, что у нас получится очень такой важный материал на самом деле, потому что искусство, оно очень широкое, и мы будем его поддерживать. Самое удивительное, год крысы, и у картины, где это персонаж, главный герой, да, у нас? По ссылочке смотрите наш выпуск Сергея Мхачтурова. Косморама, который мы сделали в музее Москва. Летом. Летом. Летом 2019 года. Это особенность художников, которая, как и Жан-Мишель Баския, как и... Что-то похожее мне напоминает. Безусловно, как и те, кто работает с темой анформель, арт-брюд, наивное искусство. Те, кто не является профессионалами, но при этом чувствуют, причем на уровне даже неких спазмов, да, не на уровне каких-то интеллектуальных построений, а на уровне вот своей боли. Чувствуют мир, как те тексты, которые впечатываются в плоти кровь непосредственно физически, да. То есть они переживают то, как пишется буква, как начертятся различные знаки. Подобное искусство не может быть нечестным. И это его, конечно, потрясающее послание и месседж. То есть вот люди с особенностями, как художница Зойка, да? Да, да, Зойка, да. Именно вот так она пишется, да. Мне кажется, это даже не в отношении эстетики, а в отношении этики, скорее всего. В отношении этики, в отношении антропологии. И очень здорово, что сегодня к подобным художникам особый интерес. Искусство есть медиум. И очень замечательно, это говорит о том, что человечество стало куда гуманней, да, как бы это ни банально звучало, что такие художники становятся героями лучших галерей. Это энергия той неукрощенной жизни, той самой эмоции, которая требует отзывчивости моментальной и искренней. Зойку можно считать каким-то феноменом определенным в своей социальной категории людей, ментально ограниченной? В таких контекстах любой человек, это, безусловно, уникальным, любой человек феномен. Это даже не обсуждается, понимаешь? Нет, именно как художника. Как художник, мне интересно это смотреть. Здесь, ну, такое-то необычное искусство, такое противоречивое, как будто бы рисовал ребенок. И я прошла очень много стадий чувственных, да, восприятия. То есть поначалу у меня даже был какой-то момент подторжения, типа, что это такое, опять кто-то, ну, делает непонятные какие-то слова. То есть вроде как, знаешь, как протест, ярко пишут для того, чтобы себе внимание привлечь. Да, потом я начала ходить и изучать полотна, и вот наткнулась на эту и начала читать именно на уровне подсознания, принимать, да, что здесь написано. То есть это... То есть ты понимаешь, что это она видела текст и просто переписывала? Да, да, да. Я понимаю, что это пишет, как какой-то ребенок, очень чистый и светлый человек. Потому что как говорят про звезды, ты слышишь звезды. Я вспоминаю себя, когда я реально в детстве слышала звезды. И у меня идет какая-то, знаешь, трансформация, что говорят с моим внутренним ребенком и на уровне подсознания. То есть это работает. Если она сама производит вот такие вещи, и это действительно сильно, вы тогда сами решите, а для вас что это искусство или это просто какая-то поделка? Вот оговорка по прейду, естественное искусство. То есть я считаю как раз, что это, наверное, ближе к естественному, нежели к искусству. Ну, просто даже если брать по определению искусство. Бессознательное более важно для очень вдумчивого человека, чем вот то, которое мы четко спланировали. Бессознательное выходит как бы самым главным рычагом того произведения, которое мы потом видим. Если поставить рядом, допустим, эту работу и работу другой примитивиста, их можно сравнивать. Но как только мы объясняем, что это работа не примитивиста, а не человека с отклонениями, не понимающего, что он делает. Мы спите, Билла моя, потом очень много говорили. И тоже мы пришли в каком-то. Он выпадает из контекста искусства. Зорька считает себя художником. Да, она считает себя художником. До этого она не считала себя 39 лет никем. Она хорошо умеет играть в теннис. Она знает, как есть сигареты, она курит. Но сейчас она четко понимает, что она художник. И у нее сейчас потребности в том, что она художник. Искусство – это не искусство. Можно ли это в контексте, нельзя. То есть, по-моему, говорит о нашем невежестве. И серости. Такие чопортные люди вдруг решают, что искусство, что не искусство. Да насрать. Хорош, бро. Оно живое. Оно живое, оно тебя цепляет. Мы сегодня перешли в тот век, когда то время, когда меняется все вообще вокруг. И становится вот эти все железобетонные основания неважны, они рушатся. То есть, есть живость, она цепляет, не цепляет. Это сегодня работает. Важно читать тексты и знать этот момент, что Зояка не умеет писать. Но она переписывает буквы из книжек. И то, что вот этот рандомный момент, как это все складывается в одно, и при этом мы, смотря на картину, находим смысл какой-то. Вот это очень интересно, мне кажется. Для зрителя всегда столкновение с искусством, это столкновение с какой-то свободной точкой зрения. В том плане, что искусство уже на уровне своего определения дает свободу интерпретации. Искусство не искусство, давай решай сам. Вот если мы это признаем, если нам это нравится, если мы видим в этом смысл, значит это искусство. И это висит в галерее. Вот эти существа чудесные вообще. Посмотрите, какие у нее существа. Это вообще просто какая-то фантазия, воплощенная в каких-то таких прекрасных чудиках. Вот эта вот техника в виде букв, в которой, я понимаю, она не понимает, что она пишет, но для нее важно это пластически решить. И разбить это пятна. Это вообще как кусок настоящего чего-то, того, чего давно уже потеряно в искусстве, когда художник начинает вымучивать из себя. И многие авторы же делают истории, когда они ждут, что они будут понятыми, и они ждут, что то, что они делают, будет принято. А здесь художник вообще насрать на то, что он делает. И вообще по барабану на мнение других. Это точно. Несмотря на все коннотации с Баски и с художниками, может быть, подобного толка, это очень отдельная история, особенно как используются тексты. Учитывая, что она не знает о существовании Баски, это... И самое главное не показывать. И вот самое главное, я его не показываю. Она чиста. Да. И чистый лист, чистой энергии. Так какое у тебя впечатление, чувство от... Филингс... Радушный восторг. Да, радушный восторг. Мне по-настоящему понравилось. И это еще... Это точно потому, что я знаю те, которые над художником сидят, но об этом не надо говорить. Пока! Друзья, я в Петербурге второй день. И я вам скажу, я практически сюда переехал. Это удивительное гостеприимство. Это очень приятно. И так случайно совпало, что в рамках всех событий мы приехали в гости на день рождения к Ивану Плющу, очень известному питерскому и вообще молодому российскому художнику. Чью инсталляцию вы, кстати, уже видели в ДК Громов. Очень приятно познакомиться с вами. Взаимно. С днем рождения. Верили, конечно. Благодарю. Мы сегодня видели в Громов твою инсталляцию с качелями. Я тебе скажу, что это выглядит очень круто. Немножко жутковато. Мне понравилось, что ты оставил место, я правильно понял, чтобы человек смог в середину инсталляции войдет и почувствовать себя. Там есть выбитые зубы, ну, как я их называю технически, да. Отсутствие качелей. И цвета, и вот этот жесткий металл, это все подобрано по ассоциациям именно из всех тех качелей, которые я видел в своей жизни. У тебя нет никаких, не забывайте. Я понял, я всегда смотрю. Вот, мы идем на заброшку. Я вас хочу познакомить с Сашей Плотовым. Это уличный художник, родом из Пензы. Год живет в Санкт-Петербурге. И сегодня мы посмотрим, как Саня здесь будет наносить уличную... А вот ты что будешь сыграть сегодня? В максимально привычной странице взаимно. Да. Я буду рисовать персонажа с некой такой символикой, что ли. Ну, то есть там будет некая иносказательность, аллегория. Я люблю работать с сюжетами, с персонажами, с фигуративом. Недостроенные НИИ, на самом деле. Непонятно, почему они заморозили стройку. Предлагаю здесь пройти. Так, НИИ сразу расшипывай, пожалуйста. Что это? Ну, научный, исследовательский. Вроде как они планируют его, на самом деле, достраивать, взобновить стройку через пять лет, но это, мне кажется, это вряд ли все будет. А ты сегодня сделал? Да. Пока нас ждал? Это очень круто. Расскажи про нас. На дружовское сердце. Это, в общем, такая иносказательность о недосыпах. То есть работа называется «Чашка кофе». О том, как мы пытаемся заподриться, завести сердце. Мне нравится прием с бликами, потому что это дает некую аккуратность. Ну, я на улице один след рисую, да. В общем, мне предлагают здесь остаться, потому что мне нравится вот этот закуток. Хочу здесь сделать небольшую работу. С шикарным видом. Да, здесь очень атмосферно. Поехали, что место, правда, атмосфернейшем. Насшедшим. Расскажи, чем мы сегодня будем пользоваться? В основном аэрозолиевым баллончиком? Да, только спрей и немного акрила, чуть-чуть. Смотрите, друзья, у нас какой план рассказать? Ну, сначала накидываем контуры линии, потом заливаем цвет. Ну, когда как. Я иногда баллоном накидываю, иногда здесь муковым, как бы. Поехали. И вот так. Ну, опять. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну-ка, давай, как я его забабахала. Я его сюда забабахала, короче, все нарисовала там. Вот. Уже американец. Я его сама лично исклю. Вот. То есть я правильно, да, увидел? Я его сама лично исклю. Ага. Мне никто не подсказывал. Ага. Да. Я совершенно... Надо американцам выслать эту работу, предложить новую модель их флага. Может быть, они... Может быть. А то, мне кажется, уже устарела их версия со звездами. Я еще брала вот книгу, да, и по книге я вот поэты все описывала. Какую книгу ты брала? Ну, любую. Я понял, да. Звезды очень красивые, потому что где-то... Интересно, у тебя очень часто в работах есть слово «звезды». Вот это вот твой тег, да? Твоя подпись. Да. А здесь водный мир, да? Да. Здесь водный мир. Блин, рыба бомбическая вообще. Реально очень крутая. Это акула. Это акула? Да. Обалдеть. Это акула выглядит еще более страшно, чем настоящая акула. Да. У меня писанина рисования быстро, четко вот это все придвигается. Я даже не успеваю одно нарисовать, сразу это заканчивается, иду за другую. Его оформляю по разным сторонам, жду, когда он отсохнет, и начинаю вот тоже. Картина посвящается всем тем, кто на морозе что-то строит, пилит, режет. Да, да, рабочие люди в земле, на улице. О, это интересно очень. И первая снежинка, вот она вот это падает, и все, и тает сразу. Это машина строит дома. Угу. В Петербурге? В любом... Я понял. Слушайте, по-моему, такие машины в Москве строят, потому что Москва уже такая огромная. По-моему, такие вот. Классно. А не, вот я тоже это не очень делала. Ты это все из головы? Или ты это срисовала? Нет, это я сама лично из книги. А, интересно. А, вот это? Да. Это дата их рождения. Ну да. Когда они дома строили, до такого года строили. Все сошлось. Класс. Блин. Так, а это он уже построил этот дом, да? Да, вот этот дом. Короче, начинали с малого. Да. А закончили, получается, целым городом. Да. Интересно, Кать. Мы строили, строили. И, наконец, построили. Ура! Ура! Что тебе нравится больше всего в момент живописи? Что ты чувствуешь? Что такое живописи? Нет, курица бежит за зайцем. Я так и сказал. Ну, правильно. Все. Курица его клюет. Классно. Клюет зайца? Да. А зайца ничего не ждет, кроме тьмы. Все черное. Он бежит в тьму. А, еще одна. Артворд. Интересно. Я очень этим довольна и хочу еще что-то поделать. Еще что-то? Ну, типа, написать, нарисовать. Уже совсем красиво. Которые люди еще никогда в жизни не видели. Пускай они своих хоть в жизни счастье откроют. И помечтают, что что-то, как она может. У меня мыслей очень много. И я очень смогу всякое взорство сделать. Я чувствую, да. Но мне это мало. Потому что они еще даже не знают. Потому что они должны красоту видеть. И буквы совсем по-другому пойдут. Я сидела в палате, думала. Ай, что мне заняться? Ой, надо тетрадочку там, типа такого, открыть. Ага. Открываю тетрадку, разворачиваю. И начинаю писать из книги. Потом вот столько написала, разворачиваю. Ага. Пойдет, люди. Отлично. Потом еще раз открываю. О, надо еще разворачивать. Надо еще страницы написать. Мне очень приятно с тобой познакомиться. Ты очень большая молодец. Я тебя поздравляю. Еще раз. Это нашли. Я, главное, за вас очень рада, что вы хоть пришли на мою выставку, посмотрели, со мной поговорили, общались, оценили меня. И я вас понимаю, что вам очень понравилось. Я попросите, главное, меня, я вам еще раз нарисую. Главное, что только у меня будут холсты. Сделайте для меня холсты. Организировали. Я для вас сделаю. Договорились. А в галерее сделаешь? Обязательно. У меня? Да. Я подготовлю холсты. Подготовайте. Подготовайте. К нашему приходу. Ты ему принесла. Главное, большой. Большой. Хорошо. Какой? Какого размера? Давай вот такого больше не будет неудобно держать. Ладно, вот как тот. Сколько это? Ты фукора? Нет, мне вот нравится вот этот самый большой. Зойка, это здорово, но ты пойми, мне потом это надо где-то держать. Ну, правильно. Мне, допустим, я буду счастлив, если ты не сделаешь. Ты же для меня делаешь? Значит, я могу выбрать. Я выбираю квадрат. Согласна? Вот этот? Да. Мы же друзья? Да. По рукам? Все, тогда договорились. Приключения продолжаются, Зойка! Так. Ты откуда списываешь? Ага. А это тоже ты написала, да? Да. То есть это как эскиз. Да, я все. Маленький. Я еще и прокомментирую, просто на самом деле у Зойки очень плохое зрение вообще. Что ты нам сейчас покажешь, как ты создаешь свои полотна, да? Да. То есть это самый любимый процесс. Мы находимся в студии с Зойкой, мы приехали сюда. Здесь еще восемь ребят, объединение новых городских художников, делают свои работы. Вот. Это все вот о Зойке на работе. Да, Стас, ты хотел рассказать? Расскажи, пожалуйста. Ну, вот на вас, вот, можно посмотреть, как вот она делает по бумажке. Ну, у нас есть небольшая проблема, что, во-первых, забывчивая, а во-вторых, очень плохо виден. И когда она работает без очков, то там какой-то маленький текст, который, ну, сам мне кажется, это происходит. То есть находится какая-то книга, которая вот где-то, вот, забавляем, что происходит, и там какой-то маленький кусочек ей понравился. Окей. А там какой-то очень-очень маленький текст. Это вот так вот сидится, перерисовываются на такие листки. И потом вот так вот с этими листками, если мы без очков, мы вот так вот занимаемся. Но я все время настаиваю, что вообще нам не брало, потому что это, ну, все-таки очки. Да, да, обязательно. Зойка, ты что, не любишь очки? Я не взяла. Надо носить. Я не взяла. Не вносить, дорогая. Это тоже интересный момент, да, что ты переносишь это вот на листок, потом с листка вот все равно. То есть эскиз она делает сначала, по сути. Зойка, вот твоя акула знаменитая, да? Или это птица? Я уже запутался в твоих персонажах. Это нет, это попугай. А, это попугай. Как-то у тебя все похожи. Все одной породой видно. И акулы, и попугай. Так. Че? Я выбираю вот этот картин. Ага. Да. Я беру вот этот. Вот. Опа. С него обрисовываю. А текст любой беру. Но у тебя здесь то, что на картине и то, что здесь, это разные вещи. Да. Почему так? Ну, мне так понравилось. Потому что если вот я беру лист, на его смотрю и его рисую. Тебе не интересно просто копировать, да? Да. Тебе интересно делать что-то самой? Да. Как ты видишь? Да. Я вообще люблю скутеры. Нормально. Нормально. Круто. А что ты еще слушаешь? Он не русский, он американец. А, я понял. Ты же за американцев топишь, я забыл. Этот, а, ну, кто тебе еще нравится? А сапроки? Нет. Слышала про него? Нет, я не слышала. Ну, ладно, скутеры. Нормально. А из российских кто тебе нравится? Никто. Я выбираю журнал самый знакомый, который я по нём рисовала и по нём писала. Ну, когда вот сейчас ездили, мы его увидели почти. Ну, я его сделала маленький. Ммм. Это я уже сама по панику. А вот это я сама вот решила. Ну, как вам объяснить? Я его сначала ровно сделала. Потом я как-то присмотрелась. Думаю, что-то он не открывается. Ладно, я его немножко скривила. Вот. И вот я почувствовала, что он картину открыл. Картину полностью. Ну, если я вот примерно сижу в палате, беру в тетрадку, примерно так. Вот, примерно, тетрадка, так. Вот ручка. Я её переворачиваю вот так. Мне её просто проверить надо, как я её напишу. Вот. Я её написываю вниз головой. Потом я её проверяю. Поворачиваю тетрадку вот так. А потом смотрю и думаю, что-то мне не то. Я вычёткую. Ладно, я переставлю лист. И... 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 Пишу... Дет из книги. Вот. Что мне захочется. Кирилл Майданюк, наш Дэвид Хокнил. Ага. Он пишет маслом. Нео из Матрицы. А... Он знает... Он не умеет читать и писать, но он знает, что если цифры и встречаются, то они идут по четверо. Это то, что рисит в виде календаря на стене. Окей. В интернате. И он поэтому знает, что цифры держатся по четверо. Василиса Чёвка. Василиса Чёвка. Прекрасная. У неё удивительная память, она помнит всё, что было летом, но никогда не вспомнит, что было вчера. И свои картины, наверное, не считают абстрактными, это всё очень предметно у неё развод. Потрясающе, да? Очень круто. Очень круто. Это летает в частях УАФ, он цветёт маслом. Это тоже картина маслом. Офигеть, вообще. Это тот, который мы называем при себя Марком Ротко. Потому что он слоями накладывает маслом на краску. Слушай, ну это здорово, это правда. Это наш Дюльям Печейка. Да, по которому говорят, что он вернул поп-арк в искусство опять. Кирилл Майданин, который именно был первым, да, вот, я говорю, мы называем Рейдом Хофф. Ну это круто. Шар-хакон, он из головы все эти образы берёт? Или он тоже срисовывает искусство? Не всегда. Иногда что-то становится его идеей, да, какой-то образ, который он где-то выловил. Это бутерброд селёдкой, вы видите, да? Бесиморожки. Бесиморожки. А её любимый герой, расскажи про Люсь. Люсь Морожкина рисует супергероев. Да, и среди супергероев у неё также есть мистер Цой Морожкина. Да, она мистер Цой. Тим Кумаринов, он рисует метрополитен. Исключительно у него всегда тема метро, она, он там, вот, это сон. Он грамотный, он живёт в семье, у него аутистического спектра какие-то есть особенности. И здесь он написал свой сон, который он и изобразил. Марина Монка рисует загадочные комиксы. Можно я просто двухслава кстажу? Да, да, конечно. Самое главное здесь, потому что каждый из них, это не Дэвид Кокмин, да? Это Марина, это Тимурас, Тим, это Зойка. И они сами делают то, как вот у них получается. Зойка, давай обнимемся с тобой. Зойка, скоро выйдет выпуск «Арт Патруль» с тобой. Я очень надеюсь, что он всем понравится и тебе. Давай, пока. И ты посмотришь, что он тебе тоже поможет, может быть, как художнику. Хорошо. И мы теперь дружим. Ты помнишь о нашей договоренности в Москве? Я помню. Тогда до встречи в Москве. Да. А вы будете? Конечно. А все там будут? Будут все. Все будут. Все там будут. Кроме президента. А что такое президент? Президент? Да. Это самый главный человек, который управляет страной. Это я могу даже мне не надо говорить. Это Владимир Владимирович Путин. Ты знаешь Путина? Да. А как ты? Любишь Путина? Я даже его маленького смартфона не делала. Да ты что? Серьезно. Обалдеть. Ну, тебе нравится Путин? Ну да. А ты хочешь в Америку? Как так? Что-то не сходится. Друзья, пишите в комментариях, что такое президент по нашему мнению. Ну, тогда я думаю, что Путина будет приятно. Последний вечер. Последний вечер. Сегодня нас ждет большая вечеринка. И мы пришли в этот фантастический подъезд питерский. Парадный. Парадный. петербурге парадный юра по разу в москве а парадный что в санкт-петербурге парад пойдем мы пришли в галерею санкт-петербурге у нас последний вечер здесь провели три дня и познакомились с местными художниками галеристами искусствоведами за что я очень благодарен этому городу кого-то я знал уже раньше кто-то слышал обо мне но мы объединились и качество после вечера мы решили устроить вечеринку мне очень приятно что в питере я смог принять своих друзей и коллег из петербурга вот так поймите сами вы увидели много разных мнений деятели искусств кто-то говорит что это интересно кто-то говорит что это не живописи не искусство вообще пишите в комментариях что думаете вы может ли стать признанным искусство таких людей как зайка я не жалею что я сюда приехал я очень счастлив я познакомился с огромным количеством интересных людей из моего арт мира здесь питере я понял что меня ждали я вам обещаю что в этом году я сюда вернусь и мы сделаем здесь несколько хороших полноценных работ я вам расскажу об арт-мире санкт-петербурга подписывайтесь на арт-патруль любите искусство будьте счастливы а зайти прекрасно да и знайте и знайте что в любой точке мира вы можете встретить и найти близких вам подобных людей что вы можете встретить и найти близких вам подобных людей